Первый продал своим выступлением Мария Андреева. Первенство России во Владимире прошло в конце ноября. Конкуренцию Андреевой составляли представительницы из 40 регионов страны. Большая подготовка шла с тренером, за что спасибо ему контролировал. Тренировал хорошо и тренирует. Мы растем, я же еще расту, вот и результат растет, можно сказать. Рывке Маша показала результат 95 килограммов. Толчке 116 по сумме она смогла превысить норматив мастера спорта на 31 килограмм. Я выступал на три подхода, мне хватило. Но я знаю то, что я могла поднять лучше. Главная цель, я не ставлю определенных целей. У меня главная цель это добиться всего, чего смогу. Вот эти соревнования были важны тем, чтобы проверить, вот как мы тренируемся, правильно тренируемся, неправильно тренируемся. Ну, кое-какие выводы мы сделали. Сейчас будем чуть-чуть перестраивать тренировочный процесс. Следовав за Марией, отличные результаты показала и Надежда Лихачева. Она также представляет спортлук-мефтехимик. Спортсменка выступила на европейском первенстве. Соревновала среди юниорок до 24 лет. Я выступала на чемпионате Европы, это по-взрослому. Там я была серебряной призеркой в 63 категории. А в 69 я выступаю первый раз. И до 23 лет я тоже первый раз выступаю. Лихачева в рывке взяла вес 105 килограммов. В толчке 130 суммирующий результат позволил ей подняться на первую ступень педестала. Почет из успешного выступления Надежду наградили тремя золотыми медалями. За каждое упражнение и за суммарный вес. Выложилась, скорее всего, не на полную катушку. Не на полную силу. Потому что в рывке у меня третий подход не удался. А в толчке, когда уже поняли, что мы выиграли, третий подход не стали подходить. Там еще, чтобы не травмироваться лишний раз, чтобы подготовиться на следующие соревнования. Мы сами не решали, сколько начинать рывать, толкать. Там старший тренер решает. Поэтому, сколько сказали, мы столько сделали. В толчке мы даже от третьего подхода отказались. Потому что сказали, кого удивлять, не надо, берегите себя. Мы согласились. И думаю, что решение было правильное тренерского состава. Сейчас у спортсменок небольшая пауза, во время которой они будут готовиться к следующим соревнованиям. Мария Венгария выступит на первенстве России, а Надежда готовится к универсиаде. Полные версии интервью смотрите в официальной группе «Спортклуба «Нефтехимик».